Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной блок новостей касаемо игры The Isle of Rima. Ну а перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Также призываю вас максимально прямо сейчас подписаться на наш канал, поставить лайк и обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики, новости и стримы, потому что по статистике 50% аудитории нашего канала смотрят наши ролики без подписки. Итак, начнем. Наш новостной блок, возможно, будет краток, но достаточно интересным. А с чего мы начнем? С того, чем закончили наш прошлый ролик, а именно. В дев-влоге разработчиков было сказано, что в игру готовятся внести, и, как мне сказали, аж до конца года, двух новых игровых Апекс-динозавров. Честно говоря, я не знал, кто это может быть, и, почитав ваши комментарии, а также подписчики мне прислали некоторую информацию, наверное, теперь стало известно, что новые два Апекс-динозавра, которых нам внесут, это Тирекс и Трицератопс. Кстати, в этом ролике мы разберем концепт-арт последнего, который нам предоставили разработчики в своем официальном дискорде. Почему разработчики выбрали именно этих двух достаточно хороших и самых известных динозавров? Да потому что их модели уже давно готовы. Определенно, осталось добавить механики, некоторые анимации, да и скучно теперь не будет. Определенно, эти двое по-своему будут хорошими соперниками Стегозавру и Дейнозуху, если только они что-нибудь не перемудрят. Как было сказано, что два новых Апекса появятся игровыми только на неофициальных серверах. Якобы, чтобы не было дисбаланса. Ну, по крайней мере, от себя скажу. Честно, я рад. Буду увидеть двух новых динозавров. Даже пусть пока не с хорошим балансом другим видом в игре. Но это уже как-то разнообразит геймплей. Мы уже увидим и почувствуем что-то новое. Дайте мне, в общем, знать в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Идем далее. Брайан Филлипс, один из разработчиков игры, не перестает нас радовать своими стримами на Твич, где прямо недавно показал нам модель Спинозавра. Правда, данную модель я видел еще года два этак назад. И мне кажется, она ничем не изменилась. Часто его прямые трансляции, я бы хотел отметить, принадлежат конкретно разработке Цератозавра. Кстати, буквально вчера нам показывали создание Церы Аджува, проработку его анимацией геймплея. Скажу так же, это не может не радовать нас. Мы знаем, что Цератозавр будет хорошим игровым хищником в игре. Надеюсь, с хорошим балансом, крутыми анимациями. Нам много чего уже показывали, его захваты, укусы и прочее. Корнотавры теперь, конечно, скорее всего, пойдут в расход. Новый хищник 2-го тира явно должен так же выйти в этом году, если все так прекрасно идет, как нам показывают разработчики и доносят информацию. Кстати, кто-то из подписчиков мне писал, не помню, что разработчики просто набивают свой карман деньгами, и игра уже умерла. Так, продажи The Isle в самом деле очень и очень хорошие по сей день, я не спорю. И что, нас так и будут травить новой информацией и обновления закидывать через год? Ну, давайте, наверное, отвечу. Во-первых, конечно, кто же не любит деньги? Во-вторых, я не заглядываю в чужой карман, что и кто там набивает. Но пока, по крайней мере, мы видим, что разработчики с нами делятся какой-то информацией, идут на общение для тестеров. Уж если прямо говорить, стресс-тесты бесплатные. По крайней мере, я знаю, что в некоторых других играх, не буду озвучивать названия, чтобы страть стресс-тестером, нужно задонатить баксов 100, стать патреоном. И, что немаловажно, стресс-тесты будут закрытыми до тех пор, пока обновление не попадет к вам в лапки. Изначально вы ничего не будете знать. Поэтому хотите знать правду? Пусть игра идет семимильными шагами. Там они что-то собирают, деньги и прочее. На этом они, собственно, зарабатывают. Но развитие живое, и я это вижу. Я это вижу по подписчикам, другим игрокам, да и тем более ребятам, которые не хотят скорого закрытия Legacy. У них будет еще куча времени насладиться ей. Хотя она закроется не так быстро, как вы думаете. Так что она абсолютно жива, и мы совсем скоро увидим много нового, я уверен. Переходим к следующему. Клетки или клетки-ловушки для динозавров. Тонди нам показывал как-то анимацию месяца полтора назад. Сейчас давайте взглянем на их готовность на будущей карте, или, может быть, на добавление их на человеческих постройках в будущем игре. Клетки-ловушки людей. Дай знать в комментариях, что думаешь об этом. Кстати, здесь можно понять сразу, представить, я бы сказал, рост и величие некоторых других видов динозавров по соотношению клеток. Тра-дон, кстати, здесь не просто так показан. Упоминание о скорых стресс-тестах? Что же, пришло время концепт-арт Трицератопса. По версии Legacy. Большой и один из сильных апекс травоядных в игре. Может стать соперником апекс-хищником, нанося им большой уровень кровотечения при атаке. Но все же опытный Рекс и спинозавр смогут совладать с вами. Существовал данный представитель цератопсов около 68-66 миллионов лет тому назад. Масса взрослой особи доходила до 8-10 тонн. Длина была около 8 метров. Высотой до 3-4 метров. По версии Эврима выглядит очень интересным. И что-то с концептом нам намекает о будущем в развитии Эврима. Первое, что бросается в глаза, Трайк откусывает конечности Омни-Раптора. Это не говорит нам о том, что он будет Омни-Вором. А говорит и указывает на то, что этот апекс, при полном совершеннолетии, будет обладать не только мощным ударом своих знаменитых рогов на панцире головы, а также иметь сильный укус челюстями. По мне это круто. И как-то давно я говорил, что в будущем мы, возможно, увидим грубую расчлененку, оторванные конечности и прочее. Возможно, разработчики все-таки решились превратить Эвриму в лютый хоррор про динозавров. Трайки в будущем смогут поедать растительность с новых деревьев, и определенно здесь указан новый вид растительности для нутриентов. Сначала мне показалось это манга. Да вроде и нет. А вот еще один концепт. Я бы его отметил также достаточно лютым и кровавым. Посмотрите, вторая анимация атаки. Но уже его знаменитыми рогами. Мы видим, как рога прошли сквозь шею Рекса. Не уверен я, конечно, что это смертельный удар, но вот потерю бледа и их ЭП я гарантирую у противника. Скорее всего, какие-нибудь жувые сабики легко повиснут на рогах этого могучего травоядного. Ну и в завершение. Для меня поначалу было немного непонятным. Но как-то на стримах мы это обсуждали с подписчиками. Три цератопс в схватке с травоядными. Сначала сражение с Диаблоцератопсом, потом мы видим два разных стада одного вида. Следующее это подвешенные на рога Тенонтазавр. В чем причина? Ведь по сути они травоядные. И зачем им атаковать не хищников? Может здесь, как следствие, показаны нам другие существа размерами в сравнении Трайка, показана их мощь, сила и чем они будут обладать. Но, по моему мнению, явно Трайки будут придерживаться только своего вида. Ведь прокормить такую махину будет непросто. Борьба за нутриенты, миграция, еду. Не знаю, были ли Трайки в свое время такими? Держались ли они только своего вида? Дайте также знать в комментариях. Ну что же, наверное на этом я закончу наш блог новостей. Обязательно подпишись на канал, прожми лайк и поставь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые стримы, прохождения и новости касаемо The Isle of Rima. Всем хорошего выживания. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok